Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. В республике стартовал второй тур президентских выборов. Отмечается высокая явка избирателей. Президент Анатолий Бибилов принял делегации из ДНР и РСО Алани, прибывших для участия в мониторинге проведения второго тура президентских выборов. Южная Осетия простилась с Аланом Тедеевым, погибшим во время специальной операции на Украине. Его проводили как героя. Сегодня в Южной Осетии проходит второй тур выборов президента. Все участки к работе были готовы уже накануне. На территории республики всего открыто 72 избирательных участка, которые начали свою работу ровно в 8 утра. К примеру, как убедилась наша съемочная группа, высокая явка наблюдалась в избирательном участке номер 7. 8.00, участок 20, готов к работе. По всей республике стартовал второй тур президентских выборов. На территории республики открылось свыше 70 избирательных участков. Все они начали свою работу ровно в 8 часов утра, без каких-либо происшествий. Участок был готов к работе, у нас не было никаких проблем, все шло по плану, нормально. И очень приятно отметить, что первый тур голосования прошел у нас без нарушений. Все прошло спокойно. И я очень надеюсь, что сегодня тоже у нас пройдет все спокойно. Несмотря на раннее дождливое утро, люди приходят с приподнятым настроением, считая своим долгом отдать свой голос за того кандидата, которого считают достойным. То, что происходит на сегодняшний день, все идет к лучшему. И потому будет прекрасно будущее. Выборы проходят под всеобщим контролем наблюдателей. Она подходит избирателям, проверяет бюллеттей, чтобы были все подписи, председатели, секретаря. Затем каждый из представителей кандидата подписывает подписной лист, ставит свою подпись и затем человек проходит на голосование, чтобы не было никаких фарсификаций и все прошло чисто гадко. Подготовительная работа была проведена заранее. Все участки к работе были готовы уже накануне. Пройдены проверки вышестоящих комиссий. И вот все члены участковой избирательной комиссии, представители кандидатов, уже в 8 часов были готовы к началу голосования. Хочу поздравить всех с праздником. И желаем всем, чтобы в Южной Осетии сегодня все прошло на высшем уровне, и чтобы никаких эксцессов не было. Мы открылись ровно в 8 часов. Все работники подошли вовремя. Мы открылись, никаких эксцессов у нас не было. Вроде как, несмотря на погоду, люди идут нормально. Высокая явка с самого утра наблюдается и в избирательном участке номер 7, который находится в здании средней школы номер 6. У меня гражданская позиция, что каждый человек должен выполнить свой гражданский долг. Граждане Южной Осетии проголосовать за наше будущее, за наше лучшее будущее. Так что проголосовать за нужного кандидата, за которого считают он нужным. Всем желаю хорошего, здоровья, крепкого и стабильной, и процветающей Южной Осетии. В целом выборы проходят в праздничной атмосфере. Избиратели приходят в хорошем настроении. Стелла Бязарова, Фатима Чочиева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Традиционно вместе с семьей на избирательном участке номер 17 проголосовал и президент Анатолий Бибилов. Глава государства также адресовал наилучшие пожелания жителям республики в преддверии Дня Великой Победы. Ровно в полдень кандидат в президенты, действующий глава государства Анатолий Бибилов, принял участие в повторном голосовании на выборах президента республики. Как и ранее, во втором туре президентских выборов Анатолий Бибилов проголосовал на избирательном участке номер 17 в Цхинвальской спортивной школе. Анатолий Бибилов пришел на голосование вместе с семьей. В преддверии Дня Победы он поздравил всех жителей республики с наступающим праздником. В преддверии Дня Победы он поздравил всех жителей республики с наступающим праздником. Оценка сегодняшнего дня – это самый главный праздник, который у нас у всех есть. Это преддверие Дня Победы. Поэтому, в принципе, я желаю всем Победы. А на Цхинвальке посмотрим вечером. Оценку дает народ сегодня республики Южной Синьки. Поэтому эту оценку мы увидим, наверное, где-то в полуночи, в предварительной республике. Анатолий, с каким настроением сегодня пришли? Ну, всегда боевое настроение. Поэтому мы иногда уходим от чего? Мы иногда уходим от того, что не воспринимаем этот праздник, на самом деле праздник выбора президента, мы его воспринимаем с каким-то напряжением. На самом деле это действительно праздник. И мы должны радоваться празднику, что есть выбор народа, и этот выбор народа мы увидим без сомнения. Но это праздник в любом случае. Поэтому я думаю, что вот с таким настроением, праздничным, люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее. На участке номер 17 с самого утра наблюдается активность избирателей. К полудню из 945 человек проголосовало 325. Никаких нарушений и обращений к членам ЦИК не было. Активность хорошая. Люди идут, я думаю, за целый день все будет нормально. А вот нарушения? Нарушений пока не выявлено. Нарушения жалобы пока не поступали. Люди ходили на выборы с надеждой на будущее. Все отмечали, что каждый обязан исполнить свой гражданский долг и проголосовать за своего кандидата. Избирательные участки будут работать до 20 часов, и каждый гражданин должен прийти и отдать свой голос за одного из двух кандидатов. Мария Анна Чочева, Регина Черткоева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Свой гражданский долг исполнил и кандидат в президенты республики Алан Гоглоев. Он отметил, что выборы на избирательном участке под номером 23 проходят без нарушений. Явка избирателей активная. Кандидат на высший пост государства Алан Гоглоев исполнил свой гражданский долг. Он проголосовал на выборах президента страны. На избирательный участок номер 23 он пришел вместе с супругой. Алан Гоглоев отметил, что выборы проходят без особых нарушений. Мы ждем уверенную победу, удачу и светлое будущее. Мы уверены, что мы это сделаем вместе с народом. Южная Осетия выбирает президента страны. С раннего утра наблюдается высокая явка избирателей. Люди идут на выборы целыми семьями. Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прийти на участки, голосуют дома. К ним приходят члены участковых избирательных комиссий. Поток людей не прекращается. Все проходит очень хорошо. Люди приходят, регистрируют свое конституционное право. Никаких нарушений. Все очень доброжелательно, очень корректно. Я вижу, что люди заинтересованы в том, чтобы сегодня выборы прошли на уровне. Народ Южной Осетии ответственно подходит к выборам. Об этом говорит высокая явка. Настроение у всех праздничное. От выборов мы ожидаем победы. В голосовании сегодня, по тем сведениям, которые поступают из других участков, из-за предела в Южной Осетии. Южная Осетия ждет, в первую очередь, стабильности. В первую очередь, стабильности. И, опять же, в первую очередь, на фоне того, что творится сейчас во всем мире, не хочет подвести своего главного астрадистского партнера Российскую Федерацию. Сегодня народ Южной Осетии выбирает свое будущее. Ну а для того, чтобы второй тур был признан состоявшимся, в голосовании должны принять участие более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. Зарина Кочиева, Арсенгасиев. Информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов принял делегации из ДНР и РСО Алани, прибывших для участия в мониторинге проведения второго тура президентских выборов. Клава государства поблагодарил гостей за оказываемое внимание к происходящим процессам в Южной Осетии. Подробности далее. Анатолий Бибилов принял у себя делегацию депутатов парламента Северной Осетии. Президент поблагодарил их за то, что они постоянно находятся с нашим народом и поздравил их с наступающим праздником Победы. Как отметил Анатолий Бибилов, выборы проходят в законном русле. Президент Анатолий Бибилов, президент Анатолий Бибилов, В свою очередь депутаты Северной Осетии отметили, что выборы проходят на высоком уровне. Также Анатолий Бибилов принял гостей из Донецкой народной республики, прибывших в республику для участия в мониторинге проведения второго тура президентских выборов. Прежде чем перейти к этому важному политическому событию, я бы хотел поздравить всех нас с наступающим праздником. Я думаю, что это самый главный праздник, который у нас есть, День Победы, где наши отцы и деды сражались в буковок с фашизмом. Но, к сожалению, расцветы этого фашизма, они дали свои плоды сегодня и у вас на родине, на Донбассе, в Донецкой народной республике. В частности, идет опять операция, специальная военная операция по, надеюсь, полному уничтожению уже фашизма на территории Украины. К сожалению, есть погибшие, но мы прекрасно понимаем, что любая борьба, она связана с потерями, и здесь все равно не обошли эти потери и республику Южной Осетии. В свою очередь, гости передали слова благодарности от руководства ДНР и поблагодарили осетских ребят, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Спасибо, Анатолий Ильич, за теплые слова. Вы, как всегда, мудры в своих высказываниях. Хотелось бы от имени Дениса Владимировича, Владимира Анатольевича, нашего руководителя парламента, передать вам искреннее поздравление с наступающими праздниками. Я бы хотел сказать, что дружба, скрепленная кровью, она, наверное, имеет особую ценность. Мы очень высоко ценим то, что ребята, молодые ребята, как вы правильно говорите, не жалея себя, помогают нам в нашей беде, которая сейчас идет на нашей земле. Мы стараемся, конечно, меня очень поразило после возложения, когда мы увидели, приехала уже практически никого не было, приехала молодая мама, привезла трое детей, двое, мальчиков и девочек, они были пошиты в солдатскую форму, все, несмотря на то, что там младшему деду Водика два было, три. И когда мы начали с ней общаться, она там сфотографировала детей на фоне цветов, оказалось, что ее муж воюет сейчас в Мариуполе. Но так как я приеду и поеду в сно в Мариуполь тоже, то мы записали ее координаты, его координаты, ну и, конечно же, я привезу, распечатаем фотографию ее, детей. И, конечно, я думаю, для этого молодого парня, молодого папы будет очень приятно получить такую маленькую, но теплую весточку из родной земли. Как отметил депутат Народного совета ДНР Василий Перцев, Южная Осетия всегда принимает их радужно. Мы всегда едем к вам, как к себе домой, отметил он. Мы не первый раз убеждаемся о вашем стоке-приеме. Мы всегда рады сюда приезжать, поддерживать вас. Также поздравляем вас с наступающим праздником Днем Победы. И хотим пожелать тоже успехов и побед, ну и самое главное, мир на вашей земле. Эльвиря Дебилова, Регина Черсткоева, Алим Бетеев. Информационный выпуск сегодня. Председатель парламента Алан Таттаев принял делегацию из Республики Абхазия, прибывшую в республику для участия во втором туре президентских выборов в качестве международных наблюдателей. В состав делегации вошли представители Комитета Народного собрания Парламента Республики Абхазия. Делегацию сопровождал чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Алан Елбакиев. Председатель парламента Республики Алан Таттаев выразил гостям благодарность за визит в столь значимый для югостинского народа день. Он подчеркнул, что особо рад встрече накануне такого великого праздника, как День Победы. Особо нам хочется вас поприветствовать в такой день, день выборов президента Республики Южная Осетия. У нас один путь, который мы прошли. У нас одни друзья, одни враги. Мы тоже боролись в свое время с фашизмом, грузинским фашизмом. Слава Богу, что мы вышли из этой войны тоже победителями. Сегодня строим свою государственность. И сегодня Южная Осетия выбирает свой путь. Путь становления, путь развития. Выборы президента – это, конечно же, такое мероприятие, где народ выбирает свое лучшее будущее. Глава абхазской делегации Венури Бебия поблагодарил за теплый прием и дружественные отношения. Он отметил, что с утра уже посетил несколько избирательных участков. И, наблюдая за выборным процессом, был приятно удивлен его организацией и ходом. Отдельно он отметил, с какой активностью и положительным настроем люди идут голосовать. Смотря на людей, смотря на своих лиц, видят, что они идут как на праздник. И вполне нормально, никакой суеты мы, по крайней мере, не заметили. Все идет демократично. Мы, братский народ, мы с удовольствием еще раз повторю приезжаем сюда, как вы сказали, в преддверии праздника победа над фашизмом. После у нас и у вас такая же победа была, и у нас действительно один путь. Через все это мы прошли наши деды, и наше старшее поколение, наши отцы. И это мы все помним и чтим. Сегодня в парламенте также прошла встреча и с делегациями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывшими в Южную Осетию в качестве наблюдателей за вторым туром президентских выборов. Глава Югостинского парламента Алан Таттаев поблагодарил гостей за их интерес к политическим процессам Южной Осетии. Разрешите вас поприветствовать на земле Южной Осетии, выразить благодарность от парламента Республики Южная Осетия, от себя лично, от народа Республики Южная Осетия, что вы с таким вниманием относитесь к политическим процессам у нас в Республике. В качестве международных наблюдателей вы сегодня следите за ходом выборов президента Республики. Для нас это очень важно, что с нами в такой день наши братские народы и Донецкой Народной Республики, и Луганской Народной Республики. Очень цельно ваше присутствие здесь. А то, что сказал Иван Сергеевич, то, что мы вам пожелали недавно обрести признание, то, наверное, вы поняли, что наши пожелания очень быстро сбываются. Поэтому, если какие-то еще пожелания есть, то разлучивайте, вы их с удовольствием. Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики, член Комитета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко пожелал победы всему осинскому народу. Мы знаем, что такое война, и, к сожалению, на нашей земле она уже восьмой год длится. Но мы благодарны, в первую очередь, вашим ребятам, которые стоят к плечу с нашими ребятами, с ребятами Луганской Народной Республики. Мы, конечно, желаем победы всему осетинскому народу. Я думаю, что, вот, наблюдая второй раз, мы видим, что, согласно Конституции, народ Осетии все-таки реализует свое конституционное право. По-моему, 28-я статья Конституции именно гласит о выборах. Думаю, что мудрость все-таки не покинет народ, и он сделает тот выбор, который нужен всем. Депутат Народного Совета Луганской Народной Республики Павел Пилавов отметил, что выборы в республике проходят прозрачно, без фальсификаций. Сегодня мы приехали на выборы, и действительно, многим странам надо поучиться. Поверьте, что мы участвовали не в одних выборах, и видим, насколько это прозрачно, насколько это честно, справедливо, и никаких мархинаций просто быть не может. Поэтому народ, самое главное, чтобы сделать народ правильный выбор для дальнейшего развития. И я уверен в том, что так и будет. И в канун праздника Великой Победы я желаю всем нам побед, мира, но мира через победу. Было отмечено, что сегодняшняя военная операция России на Украине еще раз доказала, что наш народ един. В ходе встречи гости и хозяева обменялись памятными подарками. Эльвира Дебилова, отца Мазгоглоев, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В 8 утра начали свою работу 10-й и 11-й избирательные участки. Нарушений международные наблюдатели во время своего визита не отметили. К примеру, на 11-м избирательном участке ближе к полудню проголосовало около 400 человек. Избирательные участки номер 10 и 11 открылись в 8 утра, как и положено. Дата повторного голосования переназначена на сегодняшний день. Члены Центральной избирательной комиссии в составе 10 человек на каждом участке будут работать с раннего утра и до самого закрытия. После начнется подсчет голосов. Как отметила председатель участка, в среднем на подсчет уходит около двух часов. У нас 10 членов комиссии, все работают в штатном режиме. На данный момент проголосовало уже 314 человек. Голосование идет чуть медленнее, чем в прошлый раз. Люди активные, идут несмотря на дождь. На 11-м избирательном участке ближе к полудню проголосовало около 400 человек. По сравнению с прошлыми выборами показатель немного ниже. Но до вечера еще есть время, и показатели могут измениться. В прошлый раз был очень высокий. Сейчас мы надеемся, что в обед явка будет намного больше. Работа происходит в спокойной атмосфере. Никаких особых сложностей и трудностей никто не испытывает. Так что мы надеемся, что наша работа, членов комиссии и председателя, все должно пройти мирно и прозрачно. Международные наблюдатели во время своего визита на один из избирательных участков отметили и доброжелательные отношения членов комиссии и граждан республики, пришедших на голосование. Средняя численность избирателей на каждом участке 1300-1500 человек. Самое раннее утро, когда мы были, конечно, меньше народу было. Сейчас народу побольше мы видим. И что надо отметить, то, что примерно процент одинаковый. То есть равномерно в Схенвале идет голосование в притоке избирателей равномерно. Но что хотелось бы отметить, что очень добродушно, доброжелательно. Люди приходят с хорошим настроением. И мы, я второй раз на выборах, вот данные на первом туре было, на втором туре. То, что мы отмечаем, то, что выборы проходят организованно. И то, что, на мой взгляд, здесь фактически невозможно что-то фальсифицировать. На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер оппозиционной партии Нахас Алан Гоглоев. Первые предварительные данные появятся по информации Центральной избирательной комиссии после закрытия участков. Яна Плиева, Замат Кудзеев, информационный выпуск сегодня. Активно проходит избирательный процесс и в Дзаусском районе республики. Высокая явка наблюдалась и на избирательном участке 34 в селе Гуфта. Здесь голосуют жители из нескольких населенных пунктов. Активность проявили и граждане Знаурского района. Нарушение не зафиксировано и в Ленингорском районе. Подробности хода голосования в районах республики в репортажах наших корреспондентов. С раннего утра на избирательном участке в Дзаусской средней школе наблюдается оживление. Избиратели активно принимают участие во втором туре президентских выборов. Несмотря на пасмурную погоду, явка высокая, люди приходят исполнить свой гражданский долг. По словам председателя участка, голосование идет без особых нарушений. Наблюдатели от кандидатов, а также представители ЦИК, с ответственностью подходят к выполнению своих функциональных обязанностей. Люди идут в хорошем настроении, нормально, доброжелательные отношения друг к другу. И все проходит в штатном режиме, и посещаемость тоже нормальная. Процентность точно пока не могу сказать, но к 10 часам было где-то около 100 человек уже. К 10 часам. Ну, соответственно, сейчас уже больше намного. По нашим спискам 663 человека должны проголосовать. Нарушений не было. Абсолютно ровно у нас проходит на данный момент все. Сегодня народ Южной Осетии снова должен сделать важнейший политический шаг – выбрать руководителя республики на последующие пять лет. По мнению избирателей, каждый должен сделать свой выбор и принять участие в процессе голосования. Субтитры создавал DimaTorzok Высокая явка наблюдалась и на избирательном участке 34 в селе Гуфта. Здесь голосуют жители из нескольких населенных пунктов. 34-й участок Гуфта, администрация, хавиам шепаркава, гуфта, паза и трописьма шихонтуры. Моя номерка даже бахи 153 отдай мог на миспо списку, мы 63 в жильбошедеска на данное время. Нарушений номер мой ударной, заявление на найнише претензион и заявление дармо на ростом. Каждый голос имеет значение, поэтому у граждан республики есть возможность сделать свой выбор до 8 часов вечера. Роза Тедеева, Арнульд Харебов, информационный выпуск сегодня. В ходе второго тура президентских выборов на одном из избирательных участков в Знаурском районе к часу дня из 371 избирателя проголосовало 130, что составляет 34% населения. Председатель избирательной комиссии Али Голборов отметил, что каждый человек считает своим долгом прийти и проголосовать. Люди приходят в прекрасном приподнятом настроении. Несмотря на непогоду, процесс голосования активно идёт и на 44-м избирательном участке. К двум часам здесь большая часть избирателей уже проголосовала. Из 697 избирателей проголосовало 420, то есть около 63% населения. На участках царила по-настоящему тёплая праздничная атмосфера. Ведь это важное политическое событие. Люди голосовали за спокойную, стабильную жизнь, за развивающуюся страну. Население активно проявляло свою гражданскую позицию. Образовались очереди. Избиратели отметили важность сегодняшней даты. Ведь мы для того пришли на выборы, чтобы выбрать достойного человека. Мы голосуем за светлое будущее Осетии. Мы голосуем за светлое будущее. Всего по Снаурскому району были открыты 9 избирательных участков. Алена Алтаева, Заур Устаев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Ровно в 8 часов утра по всему Ленингорскому району открылись 11 избирательных участков. С самого раннего утра на избирательных участках выстроились очереди из желающих выполнить свой гражданский долг и отдать свой голос за одного из двух кандидатов. Как отметил председатель 51 избирательного участка поселка Ленингорск, активность избирателей во втором туре намного выше по сравнению с первым. Жители, которые по определенным причинам не смогли посетить избирательный участок, представители избирательной комиссии обеспечили возможность участия в голосовании, направив к ним переносные урны. У нас избирателей по списку 654, более 60% проголосовало. Вез них у нас много человек 30. С двух часов начнем обходить их и успеем к 8 часам обойти, чтобы не лишать их голоса. Помимо поселка Ленингор в выборах президента республики активное участие принимают и жители сел района. Выборы главы государства проходят организованно. Активность избирателей высокая, заявил председатель 54 избирательного участка в селении Растахен. Правом голоса здесь обладают 122 человека. Это жители и близлежащих сел. С утра был дождь, а домой ясно выдастся, но в минуту ясно проходит уже 40 с лишним человеком. 40 сейчас, по-моему. А во-вторых, пока что всё хорошо. За ходом голосования в Ленингорском районе следили и международные наблюдатели из общественной палаты Российской Федерации. Они отметили высокую организованность на избирательных участках. К полудню нарушений не было выявлено всего по району 1937 избирателей. Анжела Кокоева, Айда Кочева, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня. Выборы президента республики Южная Осетия считаются состоявшимися. Необходимый 30-процентный рубеж преодолён. Явка избирателей составила 52,10%. Подробнее Марьяна Чучева. В Международном пресс-центре ЦИК Южной Осетии оглашены данные о ходе голосования на выборах президента республики на 16.00. Общий процент проголосовавших по республике составил 52,10%. По территориальной избирательной комиссии города Циньпал 47,4%. По территориальной избирательной комиссии Циньпальского района 54,3%. По территориальной избирательной комиссии Цаусского района 58,1%. По территориальной избирательной комиссии города Квайса, 61,3%. По территориальной избирательной комиссии из Наутского района, 65,0%. По территориальной избирательной комиссии Ленингурского района, 60,1%. Общий процент по Республике Южная Осетия, принявших участие в факторном голосовании по выбору президента Республики Южная Осетия, на 16 часов составил 52,1%. Для освещения второго тура президентских выборов были аккредитованы 58 корреспондентов. Государственные СМИ Республики Южная Осетия в количестве 21 единицы, российские федеральные информационные ресурсы в количестве 37 единиц. Процедура обретаться обязательная. Все списки журналистов есть у правоохранительных органов, которые находятся на всех результативных участках. Поэтому посещать избирательные участки и работать вообще по второму туру президентских выборов имеют право только аккредитованные корреспонденты. Комитет информации и печати в свою очередь оказывает любую поддержку, содействие своим коллегам из Российской Федерации, если возникают какие-либо вопросы. Пока на данный момент никаких нарушений о явке либо неаккредитованных корреспондентов на участках, и про СМИ, которые, скажем так, ненужен в нашей СМИ, пока таких сообщений не поступало. По данным Министерства внутренних дел приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на избирательных участках. На данный момент зарегистрирована одна жалоба от международных наблюдателей на депутата парламента. До окончания выборного процесса подробности инцидента не разглашаются. Жалоба находится на рассмотрении, по ней проводится расследование. У ВД города Схенвал зарегистрировано одно заявление, подписанное тремя международными наблюдателями, аккредитованными Центральной избирательной комиссией республики. В жалобе указано, что со стороны депутата парламента республики Южная Светия были предприняты препятствующие действия непротивозаконное вмешательство в деятельность международных наблюдателей. По данному факту проводится проверка, после чего правовая оценка действиям депутата будет дана прокуратуре республики. По данным прокуратуры республики Южная Осетия, в их ведомство жалоб не поступало. Международные наблюдатели считают выборы состоявшимися. Делегация Северо-Осетинского парламента во главе с председателем счетной комиссии парламента Республики Северная Осетия Алания Юрием Габараевым рассказала о ходе голосования на избирательных участках. Депутат парламента Республики Северная Осетия Алания Виталий Чельдив отметил, что во время первого тура активность была выше. Первый тур, когда наши коллеги из парламента тоже здесь присутствовали, мы наслышаны, как это все происходило, обменялись мнениями, даже сегодня с коллегами по телефону общаемся. И, конечно, первый тур был намного, я не знаю, как сказать, организованнее или более динамичнее, все это происходили выборы. На сегодня мы посетили около 7 или сколько? 9 участков мы посетили избирательных. Активность средняя, даже скажу так, пока ниже среднего, 30, где-то 40 процентов, но еще не вечер, как говорится, люди подтягиваются обычно к концу дня голосования. Говорят, что есть нарушения. На мой вопрос, какие нарушения, они говорят, попозже. Мы, говорят, составляем протокол. Но мы надеемся дождемся, узнаем, что это за нарушение. Но таких грубых, то, что мы видели, мы не заметили, но, со слов наблюдателей, какие-то моменты есть. Это станет известно чуть позже. По данным ЦИК, в республике присутствуют более 30 международных наблюдателей из пяти стран. Российской Федерации, Приднестровья, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Республики Абхазия. Марьяна Чочиева, Альдина Чихоева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. К печальной новости. Южная Осетия простилась с Аланом Тедеевым, который погиб во время специальной операции на Украине. Ему было 46. Алан Тедеев всю свою жизнь посвятил служению Отечества. Был участником отражения грузинской агрессии. Проститься с бойцом пришли руководство республики, друзья, общественность. До конца исполнив свой воинский долг, он отдал жизнь во имя Родины в борьбе с нацизмом. Не стало еще одного достойного сына Южной Осетии. В Схимвале простились с Аланом Тедеевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. 30 апреля он пал смертью храбрых под Волновахой. Алану было 46 лет. И еще не было 47 лет. В прошлом году мы уходим в Леудин, Малу-Жеменя. В последний год мы сейчас начали премьерить, что мне говорили. Я протестаевam. Казал омешки, поселите. Казал омешки, поселите. Может, оно было бы нескольким. Да, что я в Казахстане. Всего в Казахстане расскажу. В Казахстане, я считаю, что это было всего. Мы сейчас в Казахстане. И они, конечно, бы в Казахстане. Проститься с героем пришли жители Цхимвала и его сослуживцы-друзья. Выразить слова скорби пришло руководство республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Продолжение следует. Продолжение следует. К сожалению, специальная военная операция на Украине для него стала последняя. Продолжение следует. Он шел впереди, повторяю, впереди всех войск. Он открыто смотрел с открытым забралом смерти в лицо. Он не боялся ее, не прятался и погиб в бою как герой. За героизм и мужество, проявленные при исполнении долга, президент Анатолий Бибилов своим указом наградил Тедеева медалью защитнику Отечества. Алан Тедеев оставил после себя отца, мать, супругу и двоих детей. Героя проводили в путь со всеми почестями. Стелла Бязерова, Арсен Гассиев, Фатима Кумаридова. Информационный выпуск сегодня. Накануне празднования 77-й годовщины Дня Великой Победы в Цхинвале состоялась торжественная церемония возложения гирляндой славы к мемориалу Вечного Огня. Тему продолжит Эльвира Тибилова. В церемонии возложения приняли участие президент Республики Анатолий Бибилов, ветераны Великой Отечественной войны, гости Республики, члены правительства и депутаты парламента, представители Российского посольства и общественности. Из Южной Осетии с населением 80 тысяч человек на войну ушли 21 736 человек. Более половины из них погибли на полях Великой Отечественной войны. Более 7 тысяч до сих пор считаются пропавшими без вести. На Осетию приходится больше всего героя Великой Отечественной войны на душу населения. И сегодня воины Южной Осетии стоят на передовой спецоперации России, уничтожая вновь зародившиеся побеги нацизма на Украине. Это отметил глава государства, обращаясь с приветственным словом к участникам мероприятия. 77 лет прошло с тех пор, как советский народ победил фашизм. 77 лет гордости за наших земляков, проявивших мужество и героизм на фронтах Великой Отечественной. 77 лет мы, потомки этих героев, продолжаем славные традиции, боевые традиции. И этому свидетельствуют те героические поступки, которые сегодня наши земляки проявляют при проведении специальной военной апелляции в Украине. Сегодня потомки тех великих предков наших продолжают делать чести. Потому что, к большому сожалению, при попустительстве властей Украины, при попустительстве международного сообщества, фашизм, неонацизм начал опять поднимать голову. Сегодня же в республике проходит важное политическое событие. Выборы на пост главы государства, отметил президент и выразил уверенность в том, что жители Южной Осетии обозначат свою гражданскую позицию и выборы состоятся. Ведь если взять политическую борьбу, то там тоже нужны победы. А в политической борьбе победителем опять-таки должен и обязан быть народ. Дорогие друзья, я горжусь, что вместе с вами горжусь, что мы застали великих людей, ветеранов Великой Отечественной войны, поздравляли их, пожимали им руки, гордились и смотрели на них, когда они рассказывали о своем боевом пути. Мы потомки, потомки народа победителя. И я всем нам желаю побед, побед на всех фронтах. 9 мая является священным праздником, который наполняет наши сердца гордостью за наших отцов и дедов, которые в сражениях Великой Отечественной войны спасли мир от коричневой чумы, отметила министр культуры Жанна Засеева. Она зачитала поздравительное письмо лидера Российской Федерации президенту республики Анатолию Бибилову. Уважаемый Анатолий Ильич, от души поздравляю вас и всех жителей Южной Осетии с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный день мы отдаем день, дань памяти и уважения героизму воинов-фронтовиков и самоотверженности тружеников тыла. Убежден, что узы братской дружбы и взаимной поддержки, закаленные в суровые годы войны, останутся надежной основой для дальнейшего развития сотрудничества между Россией и Южной Осетией. Прошу передать всем ветеранам, проживающим на вашей стране, самые теплые поздравления и пожелания доброго здоровья, счастья и долголетия. С уважением, Владимир Владимирович Путин. Сегодня же состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику советского военачальника, генерала армии, дважды героя Советского Союза, героя Монгольской Народной Республики Плеева Иса Александровича. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Дюоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.